Эфир 24 КИЗ продолжает выпуск новостей в студии Батакова Саркулова. Здравствуйте. Принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины поручил Хасмужу Мартухаев, премьер-министру, руководителям администрации президента и всех силовых ведомств, а также Акимом. Об этом сообщил советник, пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что председатели Палаты Парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах, а положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров. И вот вопросы сохранения стабильности общественного порядка и безопасности транспортного сообщения о деятельности объектов жизнеобеспечения обсудили в правительстве. Премьер-министр провел оперативное совещание после поручения президента принять срочные меры в связи с ситуацией вокруг Украины. Министр обороны Руслан Жексылыков проинформировал о проводимой работе, в частности по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов. Также поставлены задачи по усилению действий госорганов. Руководство уполномоченных структур должно держать на особом контроле исполнение поручений президента и оперативно докладывать об изменении обстановки. Теперь к другим темам. Об ухудшении погодных условий на республиканских трассах предупреждает Казахтожол. Снег ожидается сегодня в Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, а также в Абайской и ЖТСУ. Синоптики прогнозируют гололед. Водители просят быть предельно внимательными. Другую информацию можно получить по номеру 1403. Тем временем больше 18 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Астаны за прошедшие сутки. Коммунальные службы работают круглосуточно, в две смены. Об этом сообщили в Акимате. Ночью задействовали свыше 900 единиц спецтехники. В первую очередь, ощущают участки с наиболее интенсивным движением, чтобы не было заторов. В приоритете центральные улицы, маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары. Отмечу, в столице действует несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номеров самоасвальной техники. Здесь установлены камеры видеонаблюдения. Есть освещение. Снегопады во Франции привели к перебоям в работе транспорта в нескольких регионах, включая Британию, Нормандию и столичный Иль-де-Франц. По данным синоптиков, в среднем выпало до 5 сантиметров фасадков, местами до 10. В 58 регионах введен оранжевый уровень погодной опасности. На автомагистралях действуют ограничения по скорости не более 20 км в час. Из-за неблагоприятных метеоусловий приостановлено железнодорожное сообщение. Синоптики также предупреждают о риске схода лавин в Альпах. И еще о событиях в мире. Около 260 тысяч домов и предприятий по-прежнему остаются без электричества в Вашингтоне, Орегоне и Северной Калифорнии в США. Последние данные передает агентство Reuters. Ранее сообщалось о 600 тысячах обесточенных зданий. Авария вызвана мощным циклоном. Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 110 км в час. В результате непогоды погибли два человека, еще двое получили травмы. Приостановленное движение транспорта закрытой школы. Метеорологи предупреждают, что так будет до конца недели. Бомбовый циклон, как его называют синоптики, может принести за собой метели и снегопады. Мы ведем восстановительные работы в округе Исткинг неподалеку от города Редмонда. Сильный ветер повалил около десятка крупных деревьев, что привело к повреждениям линий электропередач. Наши бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы устранить последствия стихии. Благодаря слаженной работе удалось оперативно восстановить электроснабжение в других пострадавших районах. Сейчас все силы брошены на наиболее пострадавшие участки округа Исткинг. Для борьбы с изменением климата необходимо тратить 5 триллионов долларов ежегодно. Такой подсчет делают климатические активисты. Эта сумма необходима, чтобы покрывать потери, в особенности в развивающихся странах. Подробнее расскажет Тамерлан Ким. Климатическое финансирование – это все денежные потоки, направленные на устранение причин и последствий изменения климата. Конвенции, Киотский протокол и Парижское соглашение призывают страны с большими ресурсами оказывать финансовую помощь тем, кто менее обеспечен и более уязвим к последствиям. По самым серьезным оценкам климатических активистов, для этого необходимо выделять 5 триллионов долларов в год. Финансирование – единственный способ добиться глобальных мер по борьбе с изменением климата, чтобы ограничить рост глобальной температуры до полутора градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом. Мы призываем выделять 5 триллионов долларов США в год. Эти средства необходимы для покрытия растущих расходов на климатические воздействия, потери и ущерб, адаптацию и справедливый переход. Хотя климатический кризис является глобальной проблемой, его последствия сильнее всего сказываются на тех, кто внес наименьший вклад. По оценке климатической организации Oil Change International, развитые страны глобального севера могут платить, так скажем, свою справедливую долю за климатические действия внутри страны и за рубежом. Требуемая сумма соберется за счет налогов на ископаемое топливо, прекращение субсидий на добычу ископаемого топлива и обложение богатства миллиардеров. Так, например, власти Бразилии активно настаивают ввести налог для всех сверхбогатых людей в размере около 2% от их активов. По словам президента страны, именно развитые государства способствовали изменению климата за последние 200 лет, проводя промышленную революцию. Международное налоговое сотрудничество имеет решающее значение для сокращения неравенства. Исследования, проведенные по заказу финансового сектора G20, показательны. Налог в размере 2% на активы сверхбогатых людей может генерировать ресурсы в размере около 250 миллиардов долларов в год для инвестирования в решение социальных и экологических проблем нашего времени. Для преодоления кризиса нет необходимости ждать новой мировой войны или экономического коллапса, чтобы способствовать преобразованиям, в которых нуждается международный порядок. Как утверждают экоактивисты, собирать заявленные суммы на климатических конференциях к сроку не получается. Так, участники 15-й конференции по климату в 2009 году согласились до 2020-го ежегодно выделять 100 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата. Такую сумму удалось собрать только в 2022 году. Теперь ее не хватает на финансирование адаптационных мероприятий, а температура тем временем продолжает расти во всем мире. Генсек ООН прогнозирует, что текущий год может установить новый температурный рекорд. Тамерлан Ким, 24КИЗ. Вернемся в Казахстан. Больше 170 тысяч казахстанцев самостоятельно оградили себя от азартных игр. Для этого они подали специальные заявки на самоограничение. 98% из них заказали услугу онлайн через портал EGOF Mobile. Остальные в традиционной письменной форме. По данным Комитета по регулированию горного бизнеса и лотереи, возраст основной части заявителей 30-35 лет. К слову, это пилотный проект. Министерство туризма и спорта запустило его в середине марта. И он показал востребованность. Уже через месяц в ведомство поступило больше 35 тысяч заявок. Хотим обсудить эту тему. По Zoom к нам подключается Анар Тастимбекова. Это врач-психиатр, нарколог Центра психического здоровья. Анар, здравствуйте. Вот по официальным данным... Анар, как меня слышно? Слышно хорошо. Здравствуйте. Вот по официальным данным у нас лечение проходит всего два человека. А если честно, сколько их на самом деле? Как считаете? Ну, моё мнение, что на самом деле на сегодняшний день нуждаются в лечении и находятся, и проходят лечение, правда, конечно, в частных клиниках, намного больше. Намного больше эта цифра, а, к сожалению, к нам в государственную структуру обращается, конечно же, очень маленькое количество людей. Ну, намного. Сотня, две тысячи. Возможно, возможно, может быть. Потому что в городе у нас, в Астане, имеется несколько таких клиник-центров. И насколько я знаю, количество я не могу утверждать, сколько именно. Но я знаю, что эти центры переполнены именно пациентами, которые страдают, скажем так, игровой зависимостью. А чего боятся лудоманы? Почему они не встают на учёт? На самом деле, да, есть такая стигматизация, да, что если придут к нам, пройдут лечение. Хотя наше лечение, это лечение в центрах психического здоровья по всему Казахстану, по республике, это лечение бесплатное. Но да, если они проходят лечение, это динамическое наблюдение. А почему этого боятся? Потому что возникают определённые ограничения. То есть при трудоустройстве, при управлении автотранспортом, например, если человек состоит на учёте, то согласно определённым приказам, то он не имеет права управлять автотранспортом. Соответственно, эти люди боятся, не хотят этого учёта и избегают посетения именно нашего городского центра. Хотя мы говорим, да, что в частных клиниках получать лечение, реабилитацию, это лечение, это очень длительное, оно выходит в определённую большую сумму. А наши центры, центры психического здоровья данную услугу предоставляют бесплатно. Даже несмотря на это... А какая сумма это обходится государству? Лечение одного пациента? У нас это лечение происходит, я сейчас не могу сказать вам, не уточняла. А как вообще лечат от лудомания? Лечение лудомания, например, да, это имеет определённые стадии. Когда уже мы имеем такую, скажем, тяжёлую степень этой зависимости, то на фоне этого возникают у человека, могут возникать депрессивные состояния, тревожные расстройства. Могут быть суицидальные мысли, настроенности, суицидальные попытки. И в соответствии с этим изначально это назначается медикаментозная терапия, чтобы оккупировать это состояние. А в дальнейшем это реабилитация, это работа психологов, работа психотерапевтов, работа социальных работников. То есть данная программа реабилитации, она очень продолжительная, это индивидуально подбирается каждому пациенту. Это могут быть групповые работы, это могут быть индивидуальные психокоррекции. Поэтому эта работа, она очень такая продолжительная. А много лудоманов после лечения срываются? Ну, те, которые к нам обращались, по крайней мере, повторных обращений к нам не было. Ну, конечно, как специалисты, как врачи, мы понимаем, что стопроцентной гарантии мы дать не можем, я не. То есть это в любом случае большой, высокий риск повтора, возврата именно к азартным играм. Он сохраняется, конечно. Но, тем не менее, не только излечим. Конечно, тем не менее, мы работаем, мы можем оказать эту помощь, если человек в этом нуждается. И причем мы же ведем определенное длительное количество данных людей. То есть не так, что выписали из стационара, все забыли идти. Нет. То есть это же, как я озвучила, да, эта работа очень большая, длительная. Поэтому, да, есть моменты, когда мы выписывали, когда учетных пациентов мы с динамического наблюдения снимали. Хочется отметить, что динамическое наблюдение не на всю жизнь берется, только на период лечения. То есть при осмотре, комиссионном осмотре, если мы видим, что состояние пациента стабильное, хорошее, стабильно хорошее, то, конечно, мы можем снимать с учета. И данный человек может и трудоустраиваться, и получать права. То есть каких-либо ограничений у него уже не будет. Анар, спасибо большое. Удачи и сил вашим пациентам. Напомню, у нас на прямой связи со студией была Анар Тастинбекова, врач-психиатр, нарколог Центра психического здоровья Астаны. Продолжаем выпуск. Почти половина мошенничеств в Казахстане совершаются в интернете. По данным МВД, с начала года в стране зарегистрировано больше 17 тысяч таких преступлений. Злоумышленники продолжают оформлять кредиты на доверчивых граждан. Взламывают мессенджеры и находят новые способы выманить деньги. Как обезопасить себя, разбиралась моя коллега. Безлимитные карты для поездок в городских автобусах всего за тысячу с небольшим. Для некоторых пользователей соцсетей это предложение показалось заманчивым, и они купились. В итоге ни карт, ни денег, что за них перевели. А мошенники продолжают зарабатывать, каждый день выкладывая новые объявления. Почему так свободно рекламируют? Пишут, что стоят 1070 тенге, а потом, когда вбиваешь 1243 тенге. Сама удивилась. Подтвердите, пожалуйста, правда или нет. Люди проходят посылки и им предлагают взять дополнительные карты. Я прошел и ввел данные Каспии. По глупости. Что делать? В транспортной компании уже сделали официальное опровержение. Таких безлимитных карт просто не существует. Однако в правоохранительные органы не обращались. Пассажирам вновь напомнили. Обо всех новшествах и изменениях астанчан информируют соблаговременно на официальных ресурсах. Данная информация является недостоверной. Убедительно просим проверять источники на официальных сайтах СТС и Акимата города. Также существует единый контактный центр СУ-9, который также может дать разъяснение. Ввиду развития информационных технологий, ввиду развития в целом дип-поиск, говорят, разные есть методологии, по которым действительно уже есть разные формы, так скажем, ложной информации. Они прямо все под копирку. И голос, и видео. Поэтому в этой части действительно людям надо быть предельно внимательными. По статистике, больше половины фактов мошенничества в республике завершается в сети. С начала года зарегистрировано около 17 тысяч случаев. При этом с каждым годом преступные схемы становятся все и сошреннее. Эксперты по кибербезопасности выделяют несколько самых популярных. Это рассылка ложных электронных писем, ссылок на сайты, установка на банкоматы специальных устройств для кражи данных с банковских карт. И мошенничество как по телефону, так и через социальные сети с помощью фальшивых профилей, как правило, известных личностей или компаний. Казахстанцев призывают соблюдать элементарные правила безопасности в сети и включать критическое мышление. Специальных каких-то новых защитных технологий нет, их просто не существует. Все равно остается работа с человеком, остается работа с воспитанием здравосмысла, критического мышления и с максимальным использованием своих интеллектуальных навыков. Ни в коем случае не стоит переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать подозрительные приложения. И уж тем более следовать телефонным инструкциям мошенников, которые предоставляются то сотрудниками банков, то правоохранительных органов. Ни те и ни другие никогда не будут запрашивать банковские реквизиты и коды. Гульнара Ерманова, Ербол Таиров, 24КИЗ. И в продолжение темы по зуму к нам подключается Амана Убакиров, старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента по противодействию киберпреступности МВД. Аман, здравствуйте. Добрый день. Транспортные карты это, конечно, что-то новое. Сколько человек уже стали жертвами мошенников в случае именно с транспортными картами? Ну, видите, мошенники, так скажем, не стоят на месте. Каждый день они умудряются придумывать все новые и новые методы. Скажем так, предлог по продаже транспортных карт это просто один из миллиона предлогов. Также могут мошенники продавать бытовую технику, автомобили, телефоны и так далее и тому подобное. Поэтому транспортная карта это просто один из предлогов совершения интернет-мошенничества. В настоящее время на территории республики именно под предлогом продажи товаров и услуг у нас совершено более 6 тысяч интернет-мошенничеств. Это один из самых распространенных видов интернет-мошенничества. Также хотелось бы отметить, что не менее часто сейчас совершается такой вид мошенничества, как звонки, которые поступают от службы безопасности того или иного банка или от правоохранительных органов. Как было сказано в сюжете, хотелось бы предостеречь граждан, что ни полиция, ни любые правоохранительные органы, ни сотрудники банков у граждан по телефону никогда не спрашивают пароли, коды и иную личную информацию. И никогда сотрудники правоохранительных органов по телефону не проводят никаких специальных операций. Поэтому хотелось бы посоветовать гражданам, чтобы они были более бдительными, перепроверяли всю информацию. И касательно покупки и продажи товаров и услуг тоже были более бдительными, не велись на уловки мошенников на сниженную цену того или иного товара, а перепроверяли все и были бдительными. Мне кажется, уже все люди знают о мошенниках, но тем не менее попадаются. Почему так происходит все еще? Ну, видите, повторюсь, опять же, мошенники не стоят на месте, придумывают все новые и новые способы. В принципе, это как бы последствия того, что наши все жизненные процессы, они в настоящее время цифровизованы. Все у нас в настоящей жизни, у нас все цифровизовано, и это как бы один из таких, так скажем, побочных эффектов. Но мы со своей стороны проделываем всю необходимую работу для того, чтобы как можно больше оберечь граждан от мошеннических действий. Ну, а вот в случае, если с пин-кодом, карт, понятно, как быть, как не попасться, вот, например, с продажей транспортных карт покупкой? Вот, повторюсь, вот, как коллега озвучивал, необходимо проверять информацию на официальных сайтах, либо в Акиматах и в подразделениях, где вот продают именно непосредственно эти дорожные транспортные карты. А нельзя запретить эту рекламу вообще в Фейсбуке том же? Рекламу, да. Мы проводим определенную работу по блокировке противоправного контента. В настоящее время, по итогам 10 месяцев, нами, ну, Министерство внутренних дел, в уполномоченные органы для блокировки было направлено более 35 тысяч ссылок на сайты, на противоправный контент, так скажем. Поэтому работа в данном направлении ведется, но, как правило, мошенники тоже, так скажем, работают по ту сторону экрана и тоже каждый день выпускают новые рекламы и продолжают это делать ежедневно. Спасибо, Аман. Напомню, у нас на прямой связи со студией был Аман Аубакиров, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента по противодействию киберпреступности МВД. Спасибо еще раз большое. Спасибо. Вы смотрите новости, мы продолжаем теперь о событиях в мире. Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны Юава Галанта. Оба обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенные в период с октября прошлого года по май 24-го в отношении жителей сектора газа. Это решение принято единогласно тремя судьями Международного суда, о чем говорится в официальном заявлении. Своё несогласие с постановлением судебной инстанции выразили ряд политиков Израиля, среди них министр иностранных дел и нынешний министр обороны. Президент Ицхак Герцог назвал решение суда недобросовестным и возмутительным. Сторонники Нетаньяху также осудили документ Международного суда. Вы не видите, что происходит по всей Европе. Вы не видите весь этот антисемитизм, который происходит. И мы единственное государство, которое борется с этим, борется с Хамас. У них всё ещё заложники в плену. У них там наши дети, четырёхлетние, годовалые. За что мы боремся? Зачем ордер на арест нашего премьер-министра? Единственный человек на Ближнем Востоке, который действительно ведёт борьбу с терроризмом. Вот что вы делаете, я не могу в это поверить. Израиль не признаёт решение МУС об аресте премьера и бывшего министра обороны. Об этом заявил Бенемин Нетаньяху в своём видеообращении. Он утверждает, что Международный уголовный суд предъявил обвинение о воображаемых преступлениях. Нетаньяху обвинил главу органа в антисемитизме и подчеркнул, что не поддастся давлению. Девушки отдыхают. Страшную бойню против еврейского народа со времён Холокоста. Израиль не признаёт законность этого решения. Мы продолжим делать всё, что должны, чтобы защитить наших граждан и защитить наше государство. А вот реакция в мире. Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель назвал решение Международного уголовного суда об аресте премьеры, бывшего министра обороны Израиля, обязательным к исполнению. Об этом он заявил на пресс-конференции в Иордании. Политик подчеркнул, что приговоры не политическое решение, и все государства, в том числе страны ЕС, должны выполнять его. Отмечу, Боррель в Иордании проводит консультации по продвижению мирных переговоров и достижению прекращения огня в палестинском анклаве и Ливане. Трагедия в Газе должна прекратиться. Это решение суда, Международного суда справедливости. Его должны уважать. Я принимаю к сведению, что выдача ордеров на арест премьер-министра Натаньяху, бывшего министра обороны господина Галланта и лидера Хамас Дейфа является обязательным. Все государства, в том числе все члены Европейского союза, обязаны выполнять это решение. Великобритания и Канада обязались исполнить решение Международного уголовного суда по Израилю. Премьер-министры этих стран заявили, что выполнят предписание и арестуют Натаньяху и Галланта в случае их приезда. Власти Соединенного Королевства запустили процесс ратификации документа. Президент США Джо Байден решение Гагского суда назвал возмутительными и заявил, что США будут поддерживать безопасность Израиля. Продолжаем выпуск. Книга казахстанского композитора Рахата Би Абдесагина «Квантовая механика и авангардная музыка» вышла в престижном немецком издательстве Springer и уже вызвала широкий резонанс в научных и музыкальных кругах. Автор пригласил представителей ведущих университетов ЕС и Великобритании для презентации своего труда. Торжественные мероприятия, посвященные выходу книги, прошли в Нидерландах и Германии. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. В престижном немецком издательстве Springer вышла книга Рахата Би Абдесагина «Квантовая механика и авангардная музыка». Это уникальное исследование, в котором переплетаются физика и экспериментальная музыка. В своей книге композитор прослеживает взаимосвязь между двумя областями. Особое внимание автор уделяет фигурам таких титанов науки, как Макс Планк и Альберт Эйнштейн, чья страсть к музыке оказала значительное влияние на их научные открытия. Презентация книги состоялась в Гейдельбергском университете, где автор поделился своими идеями с ведущими учеными и музыкантами со всего мира. Я благодарен организаторам за возможность представить свою книгу в столь престижном учебном заведении Германии с богатой историей и передовыми научными достижениями. Я рад, что книга вызвала такой интерес у аудитории. В своем исследовании я попытался показать, что математика может быть не только точной наукой, но и источником вдохновения для искусства. Связь между этими двумя областями гораздо глубже, чем мы привыкли думать. Четырехчасовая презентация с выступлением Рахата Би позволила слушателям погрузиться в атмосферу, где объединяются научные концепции и музыкальные образы. Аудитория высоко оценила глубину исследования автора и его знания в музыке и физике. Я работаю редактором в издательском доме. Мне посчастливилось сотрудничать с Рахатом Би, чтобы опубликовать его книгу. За время работы я смог оценить не только литературный талант автора, но и его музыкальное дарование. Я композитор, который родился и вырос здесь, в Германии. Музыка и физика для меня – это неразделимые понятия. Я много читаю о том, как они связаны между собой, и стараюсь применять эти знания в своем творчестве. Эта книга стала для меня настоящим открытием. Сочетание двух, казалось бы, совершенно разных наук произвело на меня глубокое впечатление. Я считаю, что это большая работа мирового класса. В книге автора много говорится о физике и ее связи с музыкой. Можно сказать, что это совершенно новая идея, ведь обычно мы рассматриваем их как два совершенно разных мира. Амстердам стал следующей площадкой для презентации книги Рахат Аби. Мероприятие собрало широкий круг специалистов, включая представителей мира искусства и физики. Я очень благодарен за участие в этом мероприятии. Живая дискуссия на стыке науки и музыки произвела на меня особое впечатление. Проведение конференции в таком престижном учреждении, как Амстердамский институт логики, языка и вычислений, придало ей особый статус. Общение с выдающимися учеными и деятелями искусства стало для меня ценным опытом и способствовало укреплению моей репутации в научном сообществе. Лекция Рахат Аби вызвала живой интерес у участников. Учёные Амстердамского университета отметили, что такое выступление – это не просто передача информации. Это настоящее искусство общения, которое заставляет задуматься и искать новые горизонты. Я просто поражён талантом этого молодого музыканта. Выступления Рахат Аби полны энергии и динамики, что создаёт уникальную атмосферу. Он смог объединить математику, логику и механику с музыкой, представив совершенно новые нестандартные подходы к созданию мелодий, которые заслуживают внимания. Рахат Аби сумел найти в математике, физике и логике вдохновение для своей музыки. Он убедительно доказал, что квантовая механика может найти своё применение в музыкальном мире. Рахат Аби – не только творческий человек, но и виртуозный исполнитель. Он обладает глубоким пониманием музыки во всех её проявлениях. Кроме того, он продемонстрировал себя как теоретик в области физики и логики. Объединение музыки и физики – это поистине уникальное явление. Удивительно, что столь молодой человек, которому всего 25 лет, смог сделать такое открытие. Я уверен, что его потенциал будет продолжать развиваться и в будущем. Рахат Аби – пианист и композитор, автор свыше 150 произведений. В копилке его наград – престижная серебряная медаль компании музыкантов Лондона. Его номинировала Королевская консерватория Шотландии, где сейчас Рахат Аби проходит докторантуру по программе «Балашак». И ещё новости культуры. В испанском Бильбао начались съёмки масштабного казахстанско-испанского фильма «О судьбе узников Карлага». Проект с рабочим названием «Перемирие» возглавил известный режиссёр Мигель Анхель Вивас, получивший мировое признание после работы в сериале «Бумажный дом». В съёмках задействованы звёзды кино Испании и Казахстана. Алия Сыздыкова расскажет подробнее. В горах Северной Испании появился карлак в миниатюре. На этом гектаре, окружённом высоким забором, разместилась вся инфраструктура печально известного лагеря. Бараки, лазарет, кухня со столовой и даже штаб начальства. Посмотрите вокруг. Всё покрыто снегом. Такое ощущение, что здесь царит суровая карагантинская зима, тогда как на самом деле за забором всё зелено и температура воздуха составляет плюс 10 градусов. Традиция больше казахстанская, чем испанская – разбивать тарелку на старте съёмок. Честь доверена одному из самых востребованных режиссёров испанского кино Мигелю Анхелю Вивасу. Я считаю, что это волшебство – иметь такую возможность соприкоснуться с культурой Казахстана и показать изнутри, как живут люди в этой стране. В фильме есть такая сцена, когда жители аула со свойственным им гостеприимством приглашают к своему Дастархану иностранных гостей. И мы через какие-то детали приглашаем зрителя в другую культуру. Для меня это волшебный момент. В картине на фоне исторических событий разыгрывается человеческая драма. Разделённых идеологическими противоречиями соотечественников объединяет общая беда. Об испанцах в Карлаге в мировом кино не рассказывали никогда. И эта история не оставит зрителей равнодушными, обещает команда фильма. Наша цель – создать фильм, который сможет покорить сердца людей по всему миру. Несмотря на то, что фильм казахстанско-испанский, мы хотим показать всю историю, которая была между разными народами и разными странами. Творческий интерес стал главным мотивом для рождения этого совместного проекта. Многомесячный труд даст и другие результаты. Кинематографисты нашей страны получат ценный международный опыт. А мягкая сила кино на мировых площадках ближе познакомит зрителей с Казахстаном. Я надеюсь, что наша кинокартина поможет миллионам людей по всему миру больше узнать об истории Казахстана, об его многогранной культуре, об общих ценностях, об общей исторической памяти. В фильме будет звучать казахская речь, будет играть наш национальный инструмент. И вообще фильм несет в себе такую важную мысль. Судьбы разных людей сплелись в одном месте и пересеклись. Это история Казахстана нашего. И казахский народ их всех принял. И для многих Казахстан стал второй родиной. Не просто в Испанских горах было воспроизвести казахстанскую степь. Выбор места продиктован логистикой. Команда художников фильма проделала огромную работу по созданию декораций, которые выглядят пугающе реалистично. Мы осознаем, что невозможно в точности воспроизвести всю обстановку, казахскую степь. Но мы приложили максимум усилий. Наша команда изучила огромное количество документов. Проделана колоссальная работа группой художников-постановщиков. Это был вызов. Но мы сделали все возможное, чтобы воссоздать кусочек Казахстана здесь, в Бильбау. Команда фильма «Перемирие» не скрывает своих амбиций снять кино мирового уровня. Цель – попасть на фестивали категории А и в самый широкий кинопрокат в разных странах. Уже на старте съемок соглашение с создателями картины подписала платформа Netflix. Так что есть и основания полагать, что это кино ждет большое будущее. Алия Сыздыкова, Руслана Мержан, 24КЗ, Бильбау, Испания. Вернемся в Казахстан. Продолжительность светового дня сегодня в Астане составит примерно 8 часов 36 минут. Такие данные приводят онлайн-сервис для расчета времени рассвета и заката. Солнце взошло сегодня без 20 минут 8, а зайдет за горизонт примерно в 16 часов 18 минут. Как обстоит ситуация в других столицах Северного полушария, расскажет наш международный обозреватель. Если не считать города, которые находятся у полярных широт, как исландский Рейкьявик, где сейчас световой день длится около 6 часов, то меньше всего солнце светит в столицах Норвегии и Финляндии. Длительность светового дня в Ослое и Хельсеньке составляет примерно 7 часов. Следом идут шведский Стокгольм и эстонский Таллинн с показателем 7 часов 12 минут, которые по широте ближе к финской столице. С умеренным световым днем в списке расположились главные города России и Латвии. В Москве и Риге солнце светит около 7 часов 50 минут. Восход в российской столице происходит в 8.20 утра и закат после 4 часов дня по местному времени. К слову, главный город Российской Федерации расположен в своем часовом поясе плюс 3, согласно географической долготе. Длительность светового дня переступает порог в 8 часов в Литовском Вильнюсе, Белорусском Минске и Дублине в Ирландии. Города практически одинаково отдалены от полюса между 53 и 54 северными широтами. Примерно так же, как и в Астане, солнце светит в Берлине, Лондоне и Варшаве около 8,5 часов. По 9 часов день продолжается в Париже, Будапеште и Берне. А дольше всего светит солнце в Риме и Ташкенте. Больше 9,5 часов. Это обусловлено тем, что итальянская и узбекская столицы среди перечисленных городов расположены ближе всего к экватору. А чем южнее, тем дольше световой день. Тамерлан Ким, 24 Киезет. Селах Останайской области создают условия для занятий массовым спортом. Прежде всего, строят современные спортивные объекты. Очередной физкультурно-оздоровительный комплекс, возведенный по программе АУЛ Ельбисыг, готовят к сдаче в Харасузском районе. Здесь будут развивать футбол, баскетбол, волейбол и национальные виды спорта. Спортивные залы села Карасу не вмещают всех желающих. Самая популярная среди взрослых и детей – вольная борьба. Но количество мест в секциях, говорит руководитель спортивной школы Амангильды Ермагомбетов, ограничено. Помимо Десуша в Карасу есть свой крытый ледовый корт и футбольный стадион. Днем там занимаются дети. Вечернее время для взрослых. Чтобы попасть на тренировки по борьбе, футболу или баскетболу, им приходится занимать очередь. Например, этот тренажерный зал принимает сличан в несколько смен. По наблюдениям местного жителя Аслана Кужетаева, наплыв такой, что порой на всех не хватает инвентаря. Когда я сюда прошел, мне было 13 лет. Но я толком еще не умел. А сейчас поднимаю большие веса, тренируюсь и в скором времени выйду на КМС. Все есть, в принципе. Правда, иногда не хватает стойки из-за большого количества людей. Леана Сергеичук уже имеет разряд КМС. Девушка 7 лет играет в футбол. 4 года назад из местной команды перешла в профессиональный футбольный клуб. Начинала здесь в красу играть со своей командой. Тренера хорошие, дают хорошие установки и нагрузки. Хотелось бы, чтобы было намного больше площадок для спорта. Они появятся в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Местные власти обещают ввести его в эксплуатацию до конца года. На строительство спорткомплекса из республиканского бюджета направили 400 миллионов тенге. Ежедневно, по словам исполняющего обязанности руководителя коммунального государственного учреждения «Карасу-Арена», районного отдела физической культуры и спорта Ермека Исакова, здесь смогут заниматься 80 человек. В плане мини-футбол, то есть футзал, баскетбол, волейбол, вольная мужская и женская борьба, дзюдо, казахшай-курес, товос-кумалак, шахматы, настольный теннис и фитнес-зал. Помимо этого, строительство спортивных сооружений планируют еще в двух селах Карасуского района. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, 24КЗ. И еще о спорте. Финансирование детских, юношеских спортивных школ увеличивают в Восточно-Казахстанской области. Свыше миллиарда тенге госдотаций с регионального бюджета получат клубы подготовки молодых спортсменов. Местные власти ставят задачу технически переоснастить школы высшего мастерства и, в частности, спортинтернат Ридера. В ближайшие два года там планируют почти вдвое увеличить контингент учащихся, достроить учебные корпуса и открыть новые тренировочные площадки. В составе национальных сборных страны во всех возрастах сейчас выступают 735 спортсменов с Востока. Молодежь уже готовится к чемпионату мира среди юниоров по лыжным гонкам, который состоится в Казахстане в 27-м году. А 23 спортсмена проходят отбор на азиатские игры в Харбине. К этому часу у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова